всем привет друзья мы сейчас находимся в стокгольме это глобальный офис компания рефлейм у компании рефлейм 63 представительства в разных странах мира также офис представлен еще есть в швейцарии где находятся экономисты здесь уже поддержка всех процессов которые происходят в компании и они идут уже из этого офиса непосредственно вот сейчас мы находимся на ресепшн этого этого офиса если вы посмотрите ну все как в принципе сейчас во всех современных динамичных компаниях на то есть кофейная зона зона лаунж зона шведы если посмотреть мы бы бывали уже дома у шведов у них вообще не признаются всякие шторы там закрываться или еще что-то и вот офисы все тоже построены по такому же принципу то есть от открытой территории очень много всего открытого но эти одна из переговорок да то же самое для обсуждений очень красиво смотрится аккуратненько кстати по пятницам у них здесь свободный день и они делают всякие тусовки концу вечера мы был как раз были в одну из пятниц в прошлый свой приезд и видели как здесь тусили если мы посмотрим вот посмотрите там один стол это будет похоже здесь у кого-то какой-то праздник у какого-то отдела и вот они будут здесь это отмечать кофейный аппарат как положено вода что мне вот понравилось здесь есть газированная вот это вот газированная вода это просто вода кстати в стокгольме воду пьют из-под кранов самая чистая вода среди всех городов мегаполиса ну вот кухня ребят то есть я уж холодильник наверно открывать не буду видите да то есть вот девушка подошла к холодильнику взяла какие-то вон продуктики что-то и вот похоже она что-то сама себе там будет готовить видите на но я так понял смотри ты поел загрузил посуду да и поставил то есть но приготовиться давай расскажи кто ты здесь да какие твои функции я работаю в глобальном отделе поддержки продаж а моя личная функция больше аналитика то есть все глобальные рейтинги посмотрим как работать наши лидеры в целостном и также как работают наши астмы какие они делают активности но в целом но здесь такая небольшая команда и чем мы занимаемся мы разрабатываем все инструменты поддержки продаж сам план конференции на которую вы ездите то есть все что связано с поддержкой продаж именно на глобальном уровне скажи это второй этаж сейчас получается офиса считается да сейчас у нас два этажа на первом валюта рецепшен и сейчас этот называется на стратегический этаж то есть наш 2 но по зданию 5 скажи вот эти будочки что это такое это кстати у нас такое новое изобретение они звукоизоляционные мы здесь часто проводим конференц-колы с нашими коллегами или поставщиками очень эмоционное изобретение отдел creative services они отвечают за создание всех визуализации текста все что вы видите в каталоге когда мы производим запуск новой продукции они здесь создают здесь проводится у нас есть даже специальная комната где проводится фотошутинг всех новых продуктов вот и здесь насколько самая креативная команда они разделены на несколько отделов в зависимости от своей категории это же есть отдел который работает непосредственно с нами с поддержкой продаж то есть когда вы видите запуск конференции все материалы тоже создается именно здесь а скажи а вот это что такое вот такие вот лаунч и я тоже например если вы устали сидеть за своим столом то можете здесь перейти поработать или нужно привести с кем-то встречу в внеплановую то мы приходим сюда садимся если есть время очень удобно поскольку тоже так вдохновляет и расслабляет хорошо скажи почему вот вот это вот стойка для чего она здесь или это просто декор такой но поскольку на этом отделе у нас срежа точно все продуктовые категории как раз мы пройдем здесь сидят все наши проект маркетинг и все команды то есть которые создают концепты новых продукций и собственно связи с этим этот стенд это рядом видите представлены все наши продуктовые линейки основные именно разработчики или здесь больше марки маркетинг продвижения а и то и другое потому что как создается новый продукт они сначала делают проводят исследование да какая есть потребность какой что нам нужно произвести именно продукт маркетинг у них есть все функции то есть вот консультальных до уже непосредственно маркетинг который создает все эти материалы и уже когда продукты разработан скажи получается свободно гибкий графика работа получается или вы все-таки должны приходить четко говорю на время уходить четко говорим в целом нужно появляться у нас есть такие правила что на работе нужно появляться с 7 до 9 утра и можно уходить с 4 до 7 но в целом очень гибко то есть например если вам нужно после доктора или у нас какая-то важная встреча можно конечно прийти позже потому что все знают что все выполняют свою работу так или иначе поэтому не так строго за этим следят например тоже у нас есть много людей которых дети и они хотят например забирать их из детского сада поэтому очень часто они хотят очень рано они приходят на работу 8 но в то же время они потом могут раньше в 4 уйти да и часто тоже проходит внутренние вечеринки здесь например на прошлой неделе даже когда нас был global leadership council и топ-15 тоже мы здесь проводили ланч и потрясающе на самом деле место открыто круглогодично но зимой конечно тут прохладно а летом потрясающе это вот все туда кстати мебель довольно таки новое нам поставили такие диванчики но когда стал вопрос свое время мы думали если переезжает или расширяться магнус так говорил приоритетом именно является центральное положение нашего офиса потому что естественно очень много коллег которые язык приезжают нам со всего мира много гостей партнеров как вы и поэтому очень важно чтобы мы находились именно в центре столицы и я тоже не жалусь очень удобно я живу недалеко от центра но тем не менее не всегда пешком дойдешь а так вот в принципе в этом здании внутри есть метро быстренько доехать да это тоже большой торговый центр олендс вы наверное знаете но здесь можно пройти через него и под землей там как раз центральной станции метро тоже очень удобно именно для сотрудников фика это наверное такой перерыв на кофе с какой-нибудь традиционной шведской булочкой типа канал булле вот очень часто мы сделаем в течение рабочего дня то есть фика может быть несколько раз за день может быть несколько то здесь с вами сидит именно западная европа буквально в этом году был слегка переорганизован регион и сейчас в нем меньше стало рынков многие ушли в центральную европу сейчас у нас тут швеция норвегия великобритания финляндия и голландия и как раз здесь у нас фредерик нильсон может быть знакомы это заведует регионом западной европы все время работал на центральную европу здесь джессика андерсон она md скандинавии но по шведским стандартам первой неделе отпуска хотя сейчас тоже ланч поэтому многих нет ланч сколько длится час обычно с 12 до часу здесь как раз кастомер сервис скандинавии почему вот здесь продукции так много лежит скажи для чего это а у них скорее всего какие-то мероприятия будут скоро это отделка скандинавия здесь а сама сидят девочка например это наша а сам скандинавский то есть у них сейчас и проводится мероприятие для консультанта мы именно в этом офисе так что они 4 9 это просто комнаты так обозначены это конференц комнаты 4 соответственно это номер этажа а 9 уже здесь отдел финансы очень серьезный вот ханя она работает именно с нашим отделом то есть весь бюджет конференций все что связано с кастами строго следят здесь команда онлайн ребята как раз которые разрабатываются мобильные приложения тоже ведем на статистику все что связано например кимула знаете которая новая платформа скоро будет запускаться это все делается здесь и на самом деле тоже небольшая команда но они очень классные все и очень эффективно работает да обязательно вы наверно знаете что что это потребляет по моему больше всего кофе в мире я сейчас задам вопрос такие вот расскажи немножко матросе кто вот как ты считаешь если несколько предложений ты сказала о нем кто для них прежде всего лидера я так стала лидер потом руководитель да потому что иногда это разные вещи это разные люди то есть не означает что если ты руководитель и лидер смогу способен вести людей за собой его слова всегда записывать нам очень и он потом он понимаешь как бы он образец не образец пример то о чем мы говорили только что да ты тебя это чувствуешь ты невозможно стоять на сцене говорить одно а потом идти и делать другое наш его человек который является таким послом как бы арифлэйм ценностями он не равнодушен мне кажется это самое главное качество для любого его до всего есть дело его не равнодушен к людям он бывает строгий более чем он вообще не как бы какому я не знаю что на него повлияло но вот работая со шведами долгое время здесь живя в швеции мне кажется он не типичный швец обычные типичные шведы они с точки зрения эмоций не очень эмоциональны но если только вот футбол и по пиво извинить да вчера швеция ж выиграла 3 0 кстати александра все книгу в екатии да его даже сфоткали наши лидера так вот я хочу сказать что он очень эмоциональный у него все написано на лице он активный слушатели такой лицевой слушателю то есть он всегда показывает заинтересованность удивление может быть раздражением может быть какой-то не он всегда очень страстный да то есть он может где-то тебя перебить и так далее с точки зрения может это нехорошо но это показывает что человек опять не все равно вот у него отличная память также и какие-то мелкие вещи о своих сотрудников даже которые помнят да какие-то может быть частный так далее очень так прикольно слушать когда тебе помню там что было 20 лет назад на собеседовании он понял что ты ответил на этот вопрос да вот ну и конечно он стратег то есть он далеко вот там он он понимает что происходит сейчас естественно на и так далее но он знает где мы будем через 5 где мы будем через 10 лет ну как я сказал я работа в санкт-бурге я там продавал недвижимость и я продавал все я работал в гранателл европы там и потом арифей искали новый гендиректор за своя компания в россии и наверно нет других людей нет и на нем не сванили так и так плохо ситуация была они даже звонили и и сказать что это неинтересно я сказал что не неинтересно вообще неинтересно вообще не хочу но надо понимать просто что я из серой швеции мой отец он у него была ферма грузовиков и у нас культура мачо работать с косметикой для мужчинам просто я звонил папе и сказал потому что у меня был предложение в голову тоже но это самый легкий выбор я никогда слышал более легкий выбор и потом я сказал папа я пойду на эту косметику друзья всем привет еще раз из стокгольма мы сейчас находимся на одной из самых дорогих улиц вот например там магазины прада луи венетон шанель и вот здесь друзья также располагается магазин компании oriflame и вот мы сейчас зайдем в этот магазин и посмотрим есть oriflame в швеции или нет как некоторые любят говорить что oriflame в швеции нет давайте же посмотрим если oriflame швеции сколько стоит здесь продукция кстати сразу хочу вам отметить что oriflame позиционируется здесь как косметика категории а то есть для обеспеченных людей вот видим даст как раз делают покупки женщины что-то берут для себя ну давайте посмотрим я наверное больше буду говорить не наверное буду говорить больше не продукте а качестве продукта и меня вот как мужчина всегда интересует один вопрос цена да и так давайте посмотрим цена вот смотрите я взял специальный каталог из россии это каталог oriflame для каждой страны выпускается свой каталог и компания цену в каждой стране регулирует зависимости от платежеспособности населения вот это очень важный момент то есть благодаря тому что фирма работает более чем 60 странах мира она регулирует стоимость продукта да то есть зависимости от того в какой стране то есть она находится и вот давайте посмотрим вот один из примеров я взял вот стоимость указана в шведских кронах 129 крон переведите возьмите вот конверктор сами да и переведите 129 крон это почти 920 рублей то есть если в переводе то есть на наши рублей 920 рублей в каталоге oriflame этот же продукт стоит 460 рублей для клиентов а если вы еще зарегистрируетесь то для вас этот продукт будет стоить на 20 процентов дешевле сделано в россии сделано на заводе oriflame в россии продукт это к разговору о том да то есть для каждой страны что по-разному выпускают нет ничего подобного то есть ни одна нормальная компания не выпускает автомобиля для разных стран то есть понятно да идея выпускает в одном месте для всех это абсолютно поэтому можем взять любой абсолютно продукты посмотреть сколько он стоит давайте вот даже да посмотрим вот посмотрите серия на вэйдж мэн наташ посчитай пожалуйста 899 крон сколько это будет 899 крон серия на вэйдж для мужчин 6361 набор да в россии он стоит у нас три с лишним тысячи до получается в 3 500 то есть почти в два раза здесь на вэйдж мэн стоит дороже вот для меня например это очень ощутимый пример так что дорогие друзья oriflame в швеции есть oriflame швеции стоит в два в три раза дороже чем у нас в россии и продукция выпускается на пяти заводах по всему миру и 26 производственных поточных линий которые используют компания для выпуска все различные продукции туалетные воды и декоративку уход за лицом продукты здорового питания и так далее так далее так далее так что вот он добро пожаловать oriflame швеции стокгольме на самой дорогой улице